Средневековая Сергия прошла очень любопытный путь от племенного союза до самого настоящего гегемона Балкана. Он был долгим и очень непростым. Первая попытка стать региональной державой провалилась после неудачной битвы с венграми. Венгры очень долгое время, до 13 века, были действительно серьезной силой. Много кому крови попортили, что в раннем Средневековье, что после обретения Родины было достаточно сложно. И только успевшее консолидироваться княжество не выдержало испытания с венгрией. Но второе по своему размаху и результату превзошло все ожидания. Современники до сих пор удивляются тому, что существовало такое государство. Затерянная в горах маленькая область превратилась в самую настоящую сербскую империю, которая недолго прожила свой век после смерти Степана Душанова IV по прозвищу Сильный и перехода власти к его сыну. Империя сначала увидала, а потом погибла под поступью османов, уже упомянутой битвенно-косовым боли. А было у государства действительно большое. От Белграда до Салоника. Но перед тем, как мы будем говорить о Сербии, хочу вам сказать, те, кто своим мечом ковал победы, те, кто лил кровь за королей и стоял на страже границ, им внимания в сербской истории Средневековья, в отличие от королей, правителей, великих жуб, императора Сербии, в истории и в историографии уделено крайне малым местам. Однако военная сила, она влияла и на культуру тоже. Начнем мы с вами издалека. Очень издалека, но не с библейских времен, как многие могли подумать, а со времен императора Константина Багрянародного. В начале VII века он очень четко описывал территории на Балкан. А после ознакомления и перемещения по земле империи, которые ее очень огорчали, сербы осели в районе между рекой Самой и Динарским надборием. Где впоследствии возникли первые сербские государственные образования, склорини. За сто лет до нас сербские государственные образования приняли христианство. Забавный факт. Если нас крестил Владимир Красносолнышко, креститель, то сербов крестил Властимир, основатель династии Властимировичной. Во время основания сербского гнязья, основными противниками сербов были сначала византийцы, затем авары, затем болгары. Чаще всего они друг другу как раз таки и воевали. А в X веке, как я и говорил, его пополнили венгеры, которые заскучали на Панонии и решили посетить Балканский полуостров. В боях с ними сербы и совершенствовали свое военное дело, осваивали тактику и в дополнение к таким ее элементам, как засада, ложное оступление и тому подобное изданно известных славян. Сложно сделать однозначный вывод о том, кто же больше повлиял на развитие сербской армии. Но, скорее всего, это были именно византийцы. Дело в том, что поначалу в Сербии образовалось государственное образование, видите за татологию, под названием «Дукля». Но во времена, когда произошли свои внутренние политические дрязги, в феодализме это было нормально, откололась одна территория, крайне важная в дальнейшей истории. Рашка. Рашка была дерзкой. Она постоянно нападала на Византию, Византия это надоело, и в итоге они выдвинули против Рашки серьезную армию. Рашкование, если можно их так назвать, поняли, что лучше с этими ребятами не спорить. Заключим мы с ними мир. И один из главных причин, кто в этом договоре был о том, что Семпы из рашкинской жубы присылали своих людей в войска Византии. И самое главное то, что византийцы не использовали сербов как пушечное мясо, они их обучали. Они обучали действительно серьезно свои тактики, стратегии, и самое главное, дисциплине. И многие сербские воины, которые набрались опыта во множество военных кампаний в Византийской империи, возвращались домой. Это сыграло очень злую шутку с Византией, потому что они подумали, так, а почему это мы сейчас у них являемся бассалами. И когда объединенное рашкинское войско пришло в Сербию, извините, в Сербию в Византию отвоевывать свою независимость, византийцы сильно удивились, откуда у них такие войска. 13 век. Во главе с династией Неманичей Сербия становится, если бы точнее Рашка, становится независимым государством. До этого было рашкинское господарство, а потом, соответственно, именно Сербия. Оно стало королевством во дворец Диманськина Неманичей, и с тех пор на протяжении больше, чем ста, шла сербская военная экспансия на Балгарии. Сама Византия пала в 1224 году по ударами крестоносцев. И, собственно, долгое время они не могли восстановить себя, как полноценного игрока на политической карте тех лет. А когда восстановили, они поняли, что своих старых массалов из Рашки они не могут никак вернуть к себе под крючком. В 13 веке Сербия, как говорится, поперла. После того, как начали прибывать в Сербию саксонские рудаковы, развивалось горное дело. А там золото, серебро, а значит казна. И Сербия подумала, у нас рядышком есть западная Европа, которая предоставляет одних из самых лучших наемников. Почему бы нам их не взять? Самые ранние источники о наличии западных наемников Сербии указывают на время правления Стефана II. В 1300 году в Риме было празднование так называемого Святого Города, он же Юбилей. И там, на юбилее, организованном папой Бонифацием VIII, от лица Мелутина, он же Стефан II, приехал флорентийский дворянин Мартини Росси, который в списках иностранных эмиссарах был указан как Магнус Мелес из Рашки, то есть отличившийся военный на слышке сербского господаря, рашкинского господаря. В соборе города Тревизо на севере Италии была обнаружена надгромная плита, со средневековой надписью, гласившей, что могила принадлежит рыцарю Транческо де Соломоне, который 25 марта 1034 года был от рашкинского князя и господаря Уроша пожалован рыцарским поясом. В Сербии, то есть в Рашке, как ее часто называют в то время, власти находился король Урош II, более известный по своим названиям, как я уже говорил, Мелутин. И дата, когда Франческо де Соломоне получил рыцарское звание, 25 марта, соответствует церковному празднику благовещения, что соответствует обычаю того времени, когда правитель поразглашает рыцаря во время своего полуцерковного обряда. И что самое удивительное, в православной стране, тогда уже сиркуляризация произошла, серский король одаряет итальянского рыцаря поясом и шфорами, который котируется в Западной Европе. Крайне удивительно. Другим итальянцем, занимавший видное положение военного, был Бернардо де Массеразо. Его, собственно, называли тогда рыцарь и синишаль королевского дома рашкинского господаря. Между прочим, итальянцы достаточно часто приезжали в Сербию с одной целью, это приключения и слава, ну, конечно же, и богатство. Друг и товарищ Данте Алигере Басоне де Бубио в середине 14 века написал рыцарский роман «Фортунатус Сикулус». Роман рассказывает о приключениях рыцаря Улево де Фонтана, который в конце правления анджуйцев на Сицилии в 1282 году поступил на службу королю Рашки и участвовал в его компаниях. В этой истории очень много фантастических деталей, все-таки это приключенский роман того времени, а ее персонажи, возможно, намеренно выдуманы. Правители Рашки зовут Архиас, а его внука Антоний. Но идем дальше. Во времена Стефана Урша четвертого, первого и, можно считать, единственного императора в Северском империи, уникального просто человека, появилась ставка на западноевропейский стиль войны. Немецкий рыцарь поступил на службу, его звали Палманбрахт, он возглавлял элиту того времени сербского войска и личную гвардию телохранителей самого Стефана Урша четвертого по прозвищу Душан, он же сильный, это 300 наемных немецких рыцарей. Но в основном не то, что немецких, они были из немецкоязычных земель. И самое главное, у нас сохранилось огромное множество документов о заказах доспехов, вооружения из Венеции, когда была передовая страна в плане создания доспехов, и заказывали их намного больше, чем было телохранителей у Стефана четвертого. Что дает нам возможность предположить, что Стефан начинал реформу армии более глубоко и создавал свою конную гвардию. А там, где военная культура, там и культура светская. На мне сейчас, скажем так, комплект середины 14 века. Можно сказать, итальянский, французский, фурпен, шоссе, различные аксессуары. И примерно так высшее военное сословие в Сербии могло одеваться. Почему мы можем это предполагать? По той причине, что в Сербии начала еще при деде Стефана четвертого, Стефана третьего входить в моду рыцарские турниры, куртуазная придворная культура и самое главное это рыцарские романы и песни. Возможно это дает нам предполагать, что Сербия была тем самым православным государством с рыцарством. Очень забавно, может быть, кому-то это покажется интересным. Как все обычно бывает при гибели человека, который был крайне амбициозен и делал все в интересах своего государства, все начинает валиться. После смерти Стефана четвертого Сербию начинают преследовать неудачу и после поражения на Косовом поле в конце 14 века начинается упадок Сербии как страны. А самое главное, те самые профессиональные военные, которые были тогда, становятся беженцами и что делать беглым военным, которые только и могут что делать, что воевать, правильно, наниматься к другим людям. Кто-нибудь из вас играет в компьютерные игры? Хотя мы один человек. Еще, еще, еще. в Чехии была создана такая прекрасная видеоигра под названием Kingdom Come Deliverance, которая говорит о событиях, происходивших в Богемии начала 14 века. И что удивительно, ну, соответственно, про времена скажем так, феодальной раздробленности, которая возникла в Богемии тогда из-за совершенно разных королей. Это если так совсем нужно говорить. И на тот момент на кадре, как раз именно когда произошел тот самый момент, когда пришли войска Сигизмунда, перед этим устроен геноцид в Скалице, там можно видеть сербские времена. И самое интересное, очень приятно видеть такую историческую достоверность, потому что, судя по документам, там действительно были сербские наемные войска. Если кому интересно. Молот. Войска были обучены и весьма желанные в Западной Европе. Откуда мы это можем знать? До нас нашел документ с условиями найма сербских наемников. Например, условия службы венгерских и десерских наемников можно неплохо представить благодаря договору, сохраненную в архиве Дубровника. В 1403 году 50 сербов во главе с Грубором Дапчичем были наняты в городскую армию на следующих условиях. Все 50 воинов имеют необходимые доспехи, оружие, мечи, луки и так далее. То есть полностью укомплектованное войско. Нанималось. Каждый воин получает 5 перперов жалования в месяц. За вен он обязан воевать против того, кого прикажут и где прикажут. Из захваченной добычи 1 пятое полагается городу. Остальное воины делят между собой. Хорошие условия. За каждого пленного или убитого неприятеля полагается вознаграждение 10 перперов. Тоже неплохо. Если в битве воин лишится оружия, город ему его возместит. Стрела для лучников также выделяется из городского арсенала. А если воин ранен, он лечится за счет городской казны и продолжает получать жалки. И если воин попадает в плен, Дубровник как город обязан хлопотать его вызволение путем обмена на кого-либо из захваченных неприятелей. Это довольно выгодный и справедливый договор. Все это говорит, что нехватки наемников в Дубровнике никогда не было. Завоевание Сербии османами прервало естественное развитие военного дела сербов. В течение нескольких десятилетий османские чиновники содержали еще отряды сербской милиции, которая следила за порядком и выполняла функции пограничной страны. Затем она была упразднена и в итоге появившийся как народный ответ на оккупацию Гайдуки и Ускоки все-таки не были профессиональными воинами. А сербы горничары, служившие австрийским Габсбургом, обучались на немецкий манер и имели мало чего общего с сербской военной традицией. В итоге в раннем средневековье Сербия несмотря даже на то, что получила от Византии крещение, православие, что должно было бы как-то означать экономический мир, но все-таки это было раннее средневековье. Христианские сербы нападали на Византию, перенимали опыт у своих товарищей, много наемников было в 13 веке, в 14 веке, наемники в основном были из Болгар, из тех же византийцев, даже немного из золотой и оставшиеся от Нагая. И 14 век, времен правления Стефана Душана IV можно считать для того времени золотым веком. Наверное, у каждой страны есть свой золотой век. В Испании это 17 век, в Священно-Рибской империи 16 век. У нас спорно, я считаю, что времена правления Петра I в Сербии тогда это 14 век был. Уникальное было государство. Наверное, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.